Видео переведено и озвучено по инициативе и организационной поддержке сайта Лисосад golesosad.com Семена и саженцы редких растений При финансовой поддержке Общественной организации Международное содружество творцов родовых поместей Мы с вами находимся в Ауравиле Ауравиль — экологический город, демонстрирующий 50 лет практики водосбора и восстановления лесов В нашем прошлом эпизоде мы видели, как одна семья в мегаполисе Чинаи победила засуху Оставившую 10 миллионов людей без воды, используя сбор воды и посадку деревьев Для сохранения влаги и восстановления водоносного слоя под их небольшим городским участком В этом эпизоде мы отправляемся дальше на юг от Чинаи, по штату Тамилнат, в экопоселение Ауравиль Ауравиль не похож ни на одно место, что я видел в Индии, по очень разным причинам Это отчасти деревня, отчасти частная территория, отчасти экологический, технологический и ремесленный, и отчасти духовный центр Его посещают более полумиллиона людей в год Стоит посмотреть другие видео, чтобы узнать всю его историю Но по сути, Ауравиль — глобальный мирный город с жителями со всей планеты Основанный духовной группой людей в 1968 году И построенный в виде галактической спирали с золотым храмом Матримандир в ее центре Они основали поселок более 50 лет назад на бесплодном плато с редкими деревьями, эродированными, вымоенными и вырожденной почвой Сегодня Ауравиль — буйный взрослый лес с огромными деревьями, процветающими фермами и изобилием воды Даже несмотря на то, что они начали этот проект еще до появления термина «пермакультура» Многие люди практиковали здесь пермакультуру и ее идеалы и принципы в основе развития города Культивируемая в Ауравиле экология — блестящий пример того, чего может достичь пермакультура в большом масштабе за полстолетия Мне хотелось понять, как им удалось превратить эти бесплодные земли в подобный райский сад Поэтому я встретился с давним местным жителем, участвовавшим в восстановлении природы с самого начала Я впервые приехал в Ауравиль 21 мая 1972-го Меня высадили посреди пустыни Тут не было ничего, кроме нескольких пальм Первый пережитый мной муссон был настолько жестким и с такими ливнями, что море было красным от красной почвы с плато Ауравиля Однако со временем насыпали множество дамб, посадили деревья И все равно из-за этих ливней дамбы прорывало, вода утекала в каньоны, а затем и в Бенгальский залив Еще мы узнали плохие новости, что водоносные пласты иссякают и что может быть опасность вторжения соленых вод из Бенгальского залива Кирид говорит о том, что буровые скважины выкачивали пресную воду с минимальным возвратом в водоносный слой Поэтому морская вода угрожала просочиться в пресный водоносный слой, что разбавит пресную воду соленой, окончательно лишив людей пресной воды Проникновение соленой воды — огромная опасность для многих низменных прибрежных районов по всему миру Поэтому они начали создание Ауравиля с большого проекта по восстановлению леса, продолжающегося по сей день Я хотел увидеть это своими глазами, поэтому посетил одну из расширяющихся окраин восстанавливаемого леса на границе Ауравиля — лес Садхана Мы приехали сюда в 2003-м, ровно 16 лет назад, на голую землю И медленно-медленно превращаем его в сухой тропический вечно зеленый лес, обычный лес для этого региона Когда мы приехали, здесь не было ни травинки Здесь абсолютно ничего не было В этом месте почва настолько слежалась, что через 15 минут после очень сильного дождя Я мог уронить на землю лист бумаги, и он оставался совершенно сухим Поскольку это было просто одним слежавшимся склоном, и вся вода тут же стекала по земле На этом участке есть три волоконавы на склоне Они все расположены по контуру примерно в 35 метрах друг от друга Мы здесь ничего не сажали, мы просто выкопали углубления, насыпали небольшой вал и так и оставили И тут сам по себе вырос этот лес Теперь здесь нулевое стекание воды И в общем эти канавы даже не переполняются Сто процентов выпадающих здесь осадков впитываются на месте При любых условиях, даже во время циклонов и очень сильных ливневых дождей Сто процентов осадков впитываются в землю на месте Вы почти никогда не увидите здесь воды, поскольку почва настолько мягкая, что влага впитывается моментально Лес Садхана, занимающий 30 гектаров сразу за границей Ауровиля, был основан в 2003 Отчетливо видно, что за 17 лет сбора воды и восстановления природного леса Была создана густая лесополоса И были вырыты резервуары для сбора воды и восстановления грунтовых вод Это перколационный пруд, первый построенный нами в лесу Садхана Это дорога, ведущая к лесу Садхана Дорога, в общем-то, и есть дамба Вода собирается с очень-очень большой территории Этот пруд был первым, и мы вскоре увидели результат в нашем колодце Поскольку он очень близко к этому пруду Уровень воды тут же вырос Местные жители очень благодарны нам за наши труды В общем, просто за окружающую среду Они рады, что мы сюда приехали И делаем все это на пользу всему сообществу К примеру, мы выращиваем здесь культуру под названием казуарина Ей нужно довольно много влаги И в прошлом людям приходилось долго ждать сбора урожая Поскольку казуарине не хватало воды для быстрого роста Но теперь, с подъемом уровня грунтовых вод Казуарина растет гораздо быстрее И сбор начинается раньше С большим урожаем на акр Лес Садхана демонстрирует историю роста уровня грунтовых вод При восстановлении лесов на возвышенностях Ауравиля Но даже с началом проекта восстановления Эродированные каньоны продолжали уносить воду и почву Из водораздела в море Воссоздание водораздела началось с восстановления лесов на возвышенности Но затем работу перенесли вниз, в каньоны Чтобы задерживать и сохранять влагу по всему ландшафту Этот каньон, в общем, прекрасное бедствие Бедствие, поскольку вся почва, что когда-то была здесь И, вероятно, выше моих поднятых рук Была смыта в море во время сезона дождей В этом каньоне около 30 сдерживающих дамб Собирающих дождевую воду Восстанавливая водоносный слой Сдерживающие дамбы Основные структуры для сбора воды Используемые в каньонах Ауравиля Чтобы остановить стекание воды, дабы она просачивалась в землю В нескольких местах за время моего путешествия по Индии Я видел такие же дамбы, используемые с большим успехом Они задуманы не для создания постоянных прудов А для сбора ила и сдерживания влаги, чтобы она успевала просочиться в землю Со временем дамбу можно нарастить с накоплением ила перед ней Чтобы еще увеличить объем сдерживаемой ею воды Скапливающийся ил полон органики, приносимой водой И он становится плодородной губкой, а это основа для роста растительности, дающий тень и стабилизирующий сток воды Эта дамба построена мной из гранита Гранит здесь местный В то же время он был недорог, легкодоступен и, конечно, он очень прочный К тому же он очень тяжелый, а значит, отличный материал для постройки дамб При постройке сдерживающей дамбы нужно не дать воде протечь под нее, так что нужно заглубить ее, сделать хороший фундамент А также вам нужно врезаться в стены Нужно укрепить ее в стене, чтобы вода не обошла преграду Далее, из-за перетекания воды через край, нужно сделать фартук Поскольку в ином случае вода размоет дамбу спереди После фартука нужна низовая пятна Это маленькая стенка, также углубленная в землю И на этой дамбе я сделал второй фартук из свободных гранитных блоков Все, чтобы помешать повреждению дамбы, потому что вода очень разрушительна С течением времени я заметил, что вода Ауравиля все больше похожа на губку Вода сначала дольше задерживалась, а теперь очень быстро уходит Это хорошо, поскольку она тогда не испаряется в атмосферу, а просачивается к грунтовым водам С годами вода почему-то стала уходить быстрее Конечно же, стало больше растительности Прорастают семена Растут деревья Как вы видите здесь Если подняться выше, вы уже вряд ли разглядите сверху каньон, поскольку все заросло Итак, мы увидели, что Ауравиль восстановил водораздел и грунтовые воды сверху донизу Став огромной губкой из плодородных лесов и почв для дождевой влаги Помимо сбора осадков, есть еще один важный аспект водопользования в Ауравиле А именно, рециркуляция использованной воды с использованием биологической водоочистки По всему Ауравилю стоят системы очистки сточных вод Это живые машины, биологические системы фильтрации и очистки воды Даже в гостевом доме, где я остановился, вся использованная вода, не только серая, но и черная Очищается этими растениями и системой, которую вы сейчас видите 100% сточных вод перерабатывается данной небольшой системой И мы видим такие системы по всему Ауравилю Позади каждого здания я нахожу одинаковый тип небольшой системы биологической очистки сточных вод Очень поразительно, что подобные системы могут быть просто нормой Они могут быть очень экспериментальными И этот экологический город демонстрирует, что в большом масштабе вы можете создать живую систему очистки сточных вод После всех вариантов местного использования воды Эта живая машина состоит из трех элементов Перед вами первый элемент, где вода проходит через водоворотное приспособление и несколько растений Затем она проходит через этот каскад из чаш, где насыщается кислородом И выводится к следующему элементу этой живой машины Где она бежит через множество этих водных растений И здесь есть рыба и всевозможные прочие организмы, микроорганизмы, бактерии И корни этих водных растений очищают сточную воду Здесь слышно кваканье лягушек, жужжание насекомых И после третьей стадии фильтрации Вода затем используется для полива растений в этом гостевом доме Ауравиль — пример того, как может выглядеть поселение после 50 лет применения пермакультуры Это видео сфокусировано на проектах в Ауравиле, связанных с водой и восстановлением лесов Но здесь есть множество иных аспектов пермакультуры, включая пищевые системы, альтернативную энергию, постройки из природных материалов и управление сообществом Ауравиль дает представление, как может выглядеть разрушенный ландшафт по всему миру после применения пермакультурных принципов Данное видео завершает первый сезон цикла «Водная революция в Индии» Мы познакомились со многими замечательными людьми и их проектами И их меняющим мир трудом, улучшающим жизнь множества жителей Индии Я надеюсь, вскоре вернуться в Индию и снять новые серии Поэтому, если у вас есть предложения о местах и проектах, которые стоит осветить, оставляйте их в комментариях под видео И, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на звонок уведомлений, чтобы узнать о выходе новых эпизодов Спасибо, что смотрите эти ролики Намасте Видео переведено и озвучено по инициативе сайта Лесосад golesosad.com Создавайте ваши агролесоводческие и пермакультурные проекты И сажайте лесосады вместе с нами Перевод Святослав Макаров Голос за кадром и видеомонтаж Сергей Горин 2021 год Субтитры создавал DimaTorzok